Дмитрий Геннадьевич рад приветствовать вас. И я очень рад видеть. У нас на канале недавно вышло интервью с украинским политиком Андреем Деракачем. И он там на конкретных фактах доказал, что северные потоки на самом деле взорвали не украинцы, как это принято считать. Тем самым он подтвердил публикацию Херша, которая вышла еще в прошлом году. И соответствующее заявление, которое было подписано несколькими депутатами Государственной Думы, общественными деятелями, было направлено в Следственный комитет России. И в Следственном комитете сказали, что тщательно рассмотрят и ознакомятся с этим заявлением. Как вы считаете, если эта информация подтвердится, какие последствия могут ждать руководство США? Я начну, может быть, несколько с большей такой исторической перспективы, чем, ну, казалось бы, можно. Вот когда только была первая, подчеркиваю, и утечка Сеймура Херша, все над ним издевались и называли его, ну, таким выжившим из ума стариком. Он действительно человек очень в возрасте. А знающие люди, помнящие, кто такой Сеймур Херш в годы Холодной войны, они сразу сказали две вещи. Первое, что он просто так, но на фейке не ведется. И если он ведется, и если действительно периодически от него исходит какая-то непроверенная информация, то значит он получил ее в каком-то очень официальном учреждении. И вторую вещь, вот это я хотел бы подчеркнуть, это сейчас абсолютно принципиальная история. Знающие люди сказали, что появление утечки Херша является проявлением нарастания противоречий внутри американской правящей лицы, внутри вот этого коллективного Байдена. Потому что что такое участие государственных органов Соединенных Штатов или их британских партнеров во взрыве северных потоков? Ну, во-первых, это дело, которое выходит за рамки американского законодательства. Во-вторых, это международный терроризм. В-третьих, а была ли там подпись президента Соединенных Штатов Байдена на том, что называется, экзекьюти-фодер? Да, президент Соединенных Штатов может отдавать приказы о проведении таких акций, но в таких случаях с времен Вьетнамской войны подписывается исполнительный указ, и даже Рональд Рейган это делал, из-за чего возник знаменитый скандал конца 80-х годов и Ран Контрас. Но я вам так скажу, вот посмотреть на всю последовательность, которая развивалась за последние годы с первой утечки Херша, вот сейчас самое время с точки зрения состояния дела в политическом Вашингтоне и у коллективного Байдена, который уже распадается, но уже даже неприлично доказывать, что он не распадается, это оставим на совести Карин Джампьер, остальные все говорят, что коллективный Байден, он просто распадается уже на глазах. Вот сейчас самое время для появления новых фактов. Ну и, а дальше я вернусь непосредственно к Вашему вопросу. Ну, слушайте, ну изначально история, которую придумали американцы, которую косвенно поддерживали немцы о том, что группа украинских военных, не имеющая, там великолепная же формулировка, группа украинских военных, не имеющая отношения к украинским властям. Ну, это вот на кого рассчитано? Да, протащила, ну смешно, протащила через всю Европу тонну взрывчатки, через эти десятки тысяч камер, детекторов и так далее. Погрузила ее на какую-то яхту, которая открыто стояла на пирсе. Да, вот. Ну, эта история, конечно, это была, ну, я думаю, что никто на нее особенно не рассчитывал, все выигрывали время. Вот сейчас начинается момент на фоне обострения предвыборной кампании, вообще политической, даже не предвыборной, политической ситуации в США, когда начнут скрываться все новые и новые факты по северным потокам. Да? И к этому моменту, почему я считаю, что и заявление Деркача, и заявление депутатов Государственной Думы, это очень правильное решение. К моменту, когда политически вот этот нарыв начнет прорывать, а это нарыв, потому что это ситуация, связанная, как я уже сказал, с многочисленными, тяжелыми нарушениями закона. Потому что оборот взрывчатки Соединенных Штатов это одна из наиболее контролируемых вещей. Вы можете, ну, что называется, просто посмотреть, как в Америке это делается. Оборот взрывчатки контролируется жестче, чем оборот некоторых ядерных материалов. Так? Это история 30-х годов, история терроризма, мафии и так далее. Это вполне разумно с точки зрения Соединенных Штатов. Да? Вот этот... Но в тот момент, когда этот нарыв сформируется и начнет прорываться, а он будет прорываться. И я вам даже скажу, когда. Июль, август, сентябрь. Вот тогда начнется массированный слив компромат. Нужно иметь к этому моменту абсолютно отработанную юридическую, ну, что называется, систему. Систему доказательств. Систему процессуальную. Чтобы с ней уже выходить. Тем более, что что-то мне подсказывает, что к сентябрю месяцу и американские наши замечательные партнеры, уже кавычек там негде ставить национальный партнер, и европейский, будут гораздо более внимательно прислушиваться к тому, что будет исходить из Москвы. А потом, вы знаете, история, еще один такой последний момент, политическая история Соединенных Штатов. Это история поиска козлов отпущения. И их, что называется, утилизации. Ну, вы знаете, вот я все-таки Америкой занимаюсь больше, наверное, 30 лет уже непосредственно. И я вам скажу, что вот за последние лет 50 лучше ситуации, чтобы найти козлов отпущения в действующей, подчеркиваю, администрации, и в действующих силах, и их списать с концами. Ну, я что-то не припомню. Потому что, да, я упоминал Иран-Контраст, но он затрагивал таких людей, которые должны были остаться в политике, и их выводили из-под удара, и так далее. А вот сейчас свобода рук абсолютно полная. И я думаю, что сейчас будет борьба, кого, собственно, конкретно уже назначать козловым отпущениям. Да, я помню, Дмитрий Геннадьевич, что когда мы беседовали с вами в прошлом году по поводу этой публикации Херша, вы тоже говорили о противоречиях в американской политической элите. Но я тогда как-то не спросил об этом, спрошу сейчас. О каких противоречиях может идти речь? То есть между кем и кем, как вы полагаете? Американская политика – это всегда война всех против всех. Да, другой вопрос – какой интенсивности, какими методами и так далее. Но американская политика – это в этом ее суть. Что все воюют против всех для того, чтобы… Ну, просто структура власти такая. Но главных противоречий, вот таких линий противоречий в Америке, ну, в общем, по большому счету четыре. Я сейчас не спускаюсь на уровень штатов. Это мы все видели, любой детектив. Детектив, что называется, слом сюжета в любом детективе, начинается, мы прекрасно знаем, с фразы «проклятые федералы». Ну, это вот мы сейчас не будем затрагивать. Берем вот такой федеральный Вашингтон. Но это я просто к тому, что вот эта вот война всех против всех в Америке, она не скрывается, это часть их жизни. Вот в кинематографе даже мы это замечаем. Три главных, три с половиной, будем считать, главных линий противоречий. Первое. Это, конечно, Госдеп и ЦРУ. Это две силы, которые ненавидят друг друга смертным боем. И первая утечка, которая была у Херша, я сразу сказал, что это, значит, результат противоборства Госдепа и ЦРУ, которые и те, и другие слили информацию Хершу про этот теракт. Давайте прямо говорить, что это был террористический акт. Вот. Для того, чтобы отвести удар от себя. Смысл того, что первой утечке Херша решение принимали Совет национальной безопасности и Агентство национальной безопасности. Агентство национальной безопасности – это вторая линия противоречий. Его ненавидят все. Просто все. Потому что это самое богатое силовое ведомство Соединенных Штатов. Да? Третья линия противоречий. Менее выраженная. Но она есть всегда. Это Совет национальной безопасности и Государственный департамент. Это самая болезненная линия противоречий. Они постоянно ее пытаются решить. Потому что она разрушает единство исполнительной власти Соединенных Штатов в вопросах внешней политики. Каким образом это пытались сделать? Ну, например, Генри Киссингер. Ну, это уникальный пример. Объединял должности помощника по национальной безопасности. Который на наши российские деньги – это секретарь Совета Безопасности и государственный секретарь, то есть министр иностранных дел. Это редчайшие исключения. Но обычно между этими двумя органами война. В данном случае это менее выражено. Но и последнее. Это, конечно, линия противоречий между разведывательным управлением Министерством обороны и Центральным разведывательным управлением. Это наименее выражено. У них очень четко разграничена сфера полномочий. Это с холодной войны. Но, тем не менее, в условиях хаотизации политического Вашингтона и эти противоречия, они становятся гораздо более выражены. А теперь перевернем эту монетку. Какие организации могли участвовать в подготовке и осуществлении теракта на Северных потоках? Ну, явно же не ЦРУ. ЦРУ – это информационно-аналитическая структура. Да, занималась и занимается такими акциями индивидуального террора. Но организовать системный подрыв газопровода – нет. Значит, Госдеп, ну, это, я вам могу сказать, это чистоплевые, да, с такого либерального душка. Иногда даже чуть не слева такими анархическо-коммунистическими организациями в студенческом прошлом. Блинкин, кстати, вот с точки зрения своего анамнеза, это, конечно, исключение. Это был такой радикал-глобалист с самого начала. А у остальных там покопаешься, особенно на уровне там… Ну, у того же Билла Бернса, который сейчас директор Центрального разведывательного управления, но вообще он, конечно, Госдеповец, из него там супершпиона делает, но это несерьезно, он чистый Госдеповец. У него там в студенческие годы много чего интересного может накопать. Да? Но не Госдеп. Остаются две организации. Агентство национальной безопасности и РУМО. Ну, вот вам и все. Кого делают крайними? А вот здесь вопрос. А могли ли эти организации пойти на самостоятельную силовую акцию такого масштаба без санкций Белого дома? ФБР могло. Я сейчас жуткую вещь скажу. Значит, разведывательное управление военно-морского флота США могло. У них довольно сложная ситуация. А вот эти две организации не могли. И все, что сейчас происходит, это попытка найти козла отпущения не среди ведомств, а среди тех, кто это санкционировал. И что-то мне подсказывает, что главной фамилией, которая обсуждается, это, конечно, Джек Салева. Потому что его через это дело, вот дело имеется в виду, дело взрыва северных потоков, утилизировать сейчас на всю оставшуюся... Потому что это уголовное преступление. Да? И вывести из политики, может быть, не посадить, я думаю, это вряд ли. Но вывести из политики куда-нибудь в очень провинциальный университет США хотели бы очень все. Ну, я думаю, по Байдену тоже основательно пройдутся. Учитывая то, что опять начинает всплывать эта информация по печально известной буризме, он, наверное, тоже в стороне не останется. Нет. Ну, послушайте, ну что вы на старика напали? Какой из Байдена... Байдена есть один вопрос, который касается Байдена. И здесь вы можете быть удивительно правы. Заставят его произнести фамилию Мишеля Обамы на съезде Демпартии в августе или нет? Вот единственный вопрос. Да, и вот сейчас вот вокруг Байдена разные различные, так сказать, по настроениям лоббистские группы работают по вот одному или другому варианту. Не более того. Байден уже политический труп. Вопрос только в том, как это будет оформлено. И вот это, кстати говоря, такой показатель в действительности глубочайшего политического кризиса в США. Они не могут оформить бюрократически, фактически уже принятые решения. И откатывают все время и так далее и тому подобное. Но, а вот похоронить семью Байдена, чтобы она больше... А семья Байдена ведь в политической тусовке уже очень давно. И лоббистские связи там колоссальны. По лоббистским связям, я думаю, что она входит, ну, наверное, не в пятерку, но в десятку точно вот таких вот лоббистских... Ну, да, употреблю на это слово семей вот в таком мафиозном понимании этого термина. И вот ее зачистить через дискредитацию Байдена уголовным реально... Ну, это фактически госпреступление для Соединенных Штатов. Но это будет означать, что ситуацию в США загонят еще глубже в кризис. И вот в это я пока не верю. А вот то, что последнего более-менее перспективного человека, который там есть в нынешнем либеральном политическом Вашингтоне, вытеснет на обочину, это Джека Салливана. Ну, вот у меня здесь сомнений нет. А теперь я вам задам вопрос. Да, А и Б сидели на трубе. А упала Джек Салливан, Б Байдена пропала. Что осталось на трубе? Ей осталось, но я не могу вспомнить фамилию, которая начинается. А она начинается не с... Представитель клана Клинтонов, который в данном случае так вот разведет руками и скажет, а я что? А я вообще ничего не знал, да и доказательств по мне нет. Ну, да. И зовут его Билл Бернс. Директор Центрального разведывания права. Это последний человек, который вообще останется относительно, подчеркну, незамазанным во всей этой истории. Поэтому, в действительности, когда мы говорим, особенно, когда мы говорим о каких-то процессах, сливах информации, утечке, и особенно, если вдруг там появляется фамилия Сеймура Херши, мы должны всегда иметь в виду, что это признак начала большой политической игры в Вашингтоне. Большой. Вот по-настоящему большой. Ну, и спрошу, наверное, про фамилию, которую вы тоже ранее озвучивали. Это Блинкин. И про его недавний визит в Киев. Ну, предполагается, что визит этот произошел по причине того, что украинское руководство, скажем так, потратило деньги, выделенные на строительство оборонительных линий в Харьковской области, ну, не на оборонительные линии. Я думаю, многие видели фотографии, где вот эти зубья дракона, так называемые, валяются просто сваленными в кучу. Но это только предположение. А по Вашему мнению, Дмитрий Геннадьевич, почему Блинкин совершил свой визит именно сейчас? Ведь он просто так в Киев не прилетает, как правило. Ну, я Вам так скажу, что Блинкин уже прилетает туда, куда пошлет. Да, у него было несколько шансов. Не переоценивайте сейчас Блинкина. Блинкин был серьезной фигурой, ну, я скажу, 8 месяцев назад. За 8 месяцев, которые, последние 8 месяцев, он упустил все шансы, которые ему давались. Последняя эта история, это было с Китаем. И после истории в Китае, которая произошла, на мой взгляд, из-за того, что китайцы просто не поняли и показали это, в том числе и Вашингтону, что они не поняли, кого он представляет. Он вообще представляет США как государство или только себя и свою клановую группу. Поэтому такой был афронт на проводах. Вот я, кстати, единственное, хотел сказать, встретили-то Блинкина более-менее в пределах. Да, по нижней планке, но в пределах. А вот, конечно, проводы были такие. Проводы были, улетал, приезжал в Пекин глава дипломатии недружественного государства. И это было видно. А улетало из Китая частное лицо. Вот это вот очень важно. Значит, что касается Киева. Я думаю, что прилетал не только Блинкин. С ним прилетала довольно большая команда, которую нам, естественно, не показали. Нам Блинкин – это ширма. Которые вот этих людей, которые прилетели оценить, сколько еще протянет Киев, да, без облава фронта, без потери позиций вокруг Харькова, что принципиально важно для Соединенных Штатов, ну, просто вот в Блинкином, как ширмы, этих людей закрыли. А отсюда и вот эта очень странная программа этого визита. Ну, потому что если ты прилетаешь с серьезными намерениями, ты не идешь играть на гитаре в киевский бар с нацистской репутацией. Ну, просто потому что у тебя на это нет времени. А у тебя на это время было. Да и, собственно говоря, даже те публичные заявления, которые сделал Блинкин по результатам визита, но даже на фоне обычной Блинкиновской пропагандистской пустоты они были очень удивительны. Но я думаю, что увидели они довольно неприглядную картину. Я думаю, что с некоторой задержкой маховик в Вашингтоне начнет проворачиваться на подготовку к эвакуации. Ну, имеется в виду только вот не эвакуация в духе Вьетнама и, соответственно, Афганистана, а политическая эвакуация. Но Блинкин явно увидел и это чувство. Вот это чувство. Категорическую неспособность режима Зеленского смягчить свою позицию. Поэтому мой диагноз очень простой. До конференции в Швейцарии все будут делать вид, что все нормально. Особенно, если никаких таких вот совсем резких обвалов на фронте не произойдет. После конференции в Швейцарии, вероятнее всего, речь пойдет о смене декораций. А что касается сам визит Блинкина, ну, знаете, я вам так скажу. Посылать госсекретаря было совершенно необязательно, чтобы выяснить ситуацию, которая видна американцам со спутников и на поле. Там достаточное количество американских, подчеркну, высокопрофессиональных советников, в том числе корпуса армейских инженеров, национальной гвардии. Давайте честно скажем, что это умнейшие люди, это враги, но это умные, злые, высокопрофессиональные враги. И всю ситуацию, вот с точки зрения военно-технической, военно-силовой, они докладывают корректно. Это у меня даже сомнений нет. Блинкина посылали выяснить, собственно, морально-политическое состояние Зеленского. Я думаю, что он в действительности не настолько глуп, как он вынужден быть в этом политическом мушактоне. Он, конечно, глубоко идеологизированный человек, но то, в каком состоянии находится Зеленский, я думаю, даже Блинкин понял первые 15 минут. А если вот эта политическая эвакуация, даже, наверное, не если, а когда эта политическая эвакуация руководства США из Украины случится, станет ли Европа в одиночку поддерживать киевский режим? Ну, она бы, конечно, хотела Европу в одиночку поддерживать киевский режим, потому что это последний шанс Европы показать что-то и с чем-то войти в неоглобальный мир. Потому что пока Европе в этот мир входить не с чем. Потому что не с заявлениями же входить. Новый мир требует реальных ресурсов. Они у кого есть? А есть у Китая, они явно есть у России. Они есть у Соединенных Штатов, какой бы кризис у них не был. Но у них ресурсы есть. А у Европы? А вот это очень большой вопрос. Если есть эти ресурсы, их надо предъявлять. Но вы посмотрите, что делают европейцы. Европейцы, они заявили определенные позиции, что они готовы. Для того, чтобы участвовать именно как коалиции европейских государств без США. Они заявили, что они могут осуществлять военно-силовые действия на территории Украины без США. Это, кстати, американцев, в общем, очень, прям вам могу, обидело. Я вот тут некоторые статьи читал в американских средствах массовой информации. Они, конечно, американцы прикрываются тем, что не дадим Трампу разрушить НАТО. Но в действительности там очень большая обида на европейцев, которым говорят, ребят, а вы вообще что говорите-то? Ну и давайте вот просто рационально. Есть ли у европейцев логистика отличная от Соединенных Штатов? Есть. Но очень небольшая. Это нет для большого конфликта. Если у европейцев войска, которые отличны от войск НАТО, есть Еврокорпус, в котором теоретически 60 тысяч человек, а практически меньше пяти. И там еще есть, и там не только французы с немцами, там еще есть поляки, бельгийцы. То есть это все равно какая-то коалиционная сборная солянка. Но пять тысяч человек по масштабам столкновений в зоне специальной военной операции, ну согласитесь, это даже месяца не протянет, особенно с учетом отсутствия боевого опыта. Если у европейцев связь отличная от Соединенных Штатов, от слова совсем нет. Если у европейцев разведка отличная от Соединенных Штатов, в том числе космическая разведка. Но если есть, то это на уровне мизер какой-то. Потому что основные запасы боевой техники, они, как выясняется, тоже в Соединенных Штатах. Потому что количество, например, боеспособных танков, которые остались в европейских странах после всех поставок на Украину, они меньше, чем сейчас технически, формально, не обсуждаемо, что состояние они находятся в составе украинской армии. Поэтому европейцы хотели бы воевать без США, но чтобы США все это обеспечивают. Я думаю, что с современным Вашингтоном, даже с Вашингтоном Байденом, вот такая схема не пройдет никак. Вы уже сказали про эвакуацию США из Вьетнама и Афганистана. Это были удары чувствительные, но вам не кажется, что в случае с эвакуацией из Украины для США это будет удар, от которого они уже едва ли оправятся? Учитывая то, что на поле боя в Украине, о чем говорят многие мировые лидеры, поставлено на кон вообще в принципе современное мироустройство. Такое, каким мы его знаем со времен Холодной войны. Давайте все-таки трезво на это смотреть. Во Вьетнаме Соединенные Штаты воевали на поле боя. Причем воевали официально с потерями и со всеми социально-политическими последствиями войны на поле боя в стране, которую большая часть американцев не могла найти на карте. Сперва. Потом, конечно, все знали, что такое Вьетнам. В Афганистане это действительно другая ситуация. Но я обращу ваше внимание на то, что и из вьетнамского кризиса не без труда Соединенные Штаты выползли. Но есть два нюанса. Из вьетнамского кризиса Соединенные Штаты выползали, ну в общем будем считать, 8 лет. Сперва убрали войска, потом ограничились авиационной поддержкой, потом вообще ушли и так далее. То есть там была целая история. И второй момент, это был другой политический Вашингтон. Вот это вот был пик влияния теневого государства. Того, что мы сейчас называем глубинного государства. Но это именно тогда власть Соединенных Штатов по большому счету забрало вот это глубинное государство. Потому что публичная политическая власть Соединенных Штатов обанкротилась тогда полностью. То есть она просто разложилась, испугалась, разбежалась и так далее. Отсюда вопрос. С одной стороны, Соединенные Штаты как бы на Украине на поле боя не воевали. Хотя все прекрасно знают в Вашингтоне, что там есть и советники и так далее. Во-вторых, значение Украины как форпоста американского влияния, причем не в Европе, а в мире, оно было раскручено, вот поверьте мне, гораздо более сильно, чем Вьетнам. В Вьетнам они останавливали коммунизм, а через Украину они развивали влияние США. Это совершенно, действительно, это тот случай, когда пропаганда, она начала влиять и определять реальную политику. И таких случаев довольно редко в Америке. Ну вот он случился. Но еще один такой фактор Вьетнам, это показатель того, как относительно медленно обрушивался южно-вьетнамский режим. Как бы то мы не относились, но американцам удалось создать в очень неблагоприятных условиях относительно устойчивый политический режим. Он был неэффективный, коррумпированный по меркам тех времен, это у всех вызывало просто оторопь, степень коррупции и степень жестокости, геноцидальности даже в чем-то южно-вьетнамского режима. Но он был эффективный, и он держался. Да, с помощью Соединенных Штатов, но он держался довольно долго. Здесь, во-первых, мы не имеем того политического Вашингтона, который был тогда в Соединенных Штатах во времена Вьетнамской войны. И я думаю, что все, что произошло за последние 7-8 месяцев, убедило американцев, особенно там есть здравые люди, о том, что обвал киевского режима может быть, ну если не мгновенным, то очень быстрым, и к этому надо быть готовым. Ну и, собственно говоря, и третий есть момент. Вопрос заключается в том, что главные последствия вот этого обвала испытают на себе прежде всего европейские страны. Какие главные последствия обваловав в Вьетнаме? Например, были для США огромное количество беженцев, которые попали непосредственно в Соединенные Штаты Америки. Большая часть, конечно, осела там, в Таиланде, в других странах, в Индонезии, но значительное количество беженцев попало непосредственно в США. Сейчас такого не будет. Сейчас выстроен буфер в лице европейских стран. Ситуацию может определить случайность. Масштабы обвала могут определить случайность. Ну, например, гибель какого-нибудь политика или военного. Иногда случайная, не спланированная. В этом смысле, конечно, вот Макрон произнес, что он для России создает ситуацию стратегической неопределенности. Самое, наверное, главное. То, что американцы морально созрели с Украины свинтить. Извините меня за этот методологический термин. Это точно. Вот морально они к этому созрели. Политически не созрели. С военной точки зрения создается еще иллюзия, что можно зацепиться за что-то. А морально созрели. Ну да, говоря про мигрантов, все еще мигрантов с Вьетнама, которые появились в США после войны. Американцы ведь не особо стремились их высылать обратно. А сейчас в Европе активно педалируется тема о том, что надо бы, наверное, мужчин призывного возраста из Украины отправить обратно на родину, отдавать ей долг. Или это просто слова, как вы считаете? Нет, это не слова. Ну, слушайте, нужно же где-то набрать, так сказать, людей для продолжения войны. Потому что вот мы все думаем, что война и долгая война – это танки, снаряды, самолеты и так далее. Да, это так. Но долгая война – это прежде всего люди. И людей явно с ВСУ не хватает. Ну, это просто видно по кадрам боев, по пленным. Это сразу становится видно. То есть, в этом смысле российские вооруженные силы и ВСУ развивались не то, что по разным траекториям, но в разных направлениях. У нас вот качество боевого, качество личного состава, как это принято говорить, оно постоянно усиливалось. Особенно с декабря примерно 2022 года. И примерно с этого же времени качество личного состава ВСУ постоянно снижалось. Ну, тут проблема в чем видится? Ну, проблема для Украины, в первую очередь, в том, что в российскую-то армию шло очень много добровольцев и продолжает идти. А как пополняется украинская армия, ну, по кадрам в интернете можно увидеть. И ровно этот же механизм пытаются применить для тех, кто уже один раз продемонстрировал свое отношение к войне ногами. Да, уехав. Поэтому, но от другого варианта просто нет. Другого варианта просто по большому счету нет. Потому что в действительности не надо думать, что в Киеве вот эти вот проходимцы и политические прощеологи не понимают, что дальнейшее завинчивание гаек вот этой могилизации в том виде, как она происходит, это просто разжигание внутреннего гражданского конфликта. Разжигание сопротивления вот этой могилизации. Значит, нужно найти людей, у которых не будет возможности оказывать сопротивление. Где они? В Восточной Европе, в Центральной Европе, в Германии, в той же самой. Это кто? Кто они? Они вообще никто. Люди, которые отбиваются от этих ТЦКшников на той же Западной Украине. Это люди, которые, как бы мы к ним ни относились, находятся на своей земле, извините, еще с той войны с Великой Отечественной, имеют прикопанное оружие. А уж сколько сейчас его ходят, это вообще не сосчитать уже никому и очень долго. А кто такие люди, допустим, где-нибудь в Германии? Они никто. У них нет ни социального статуса. Уровень их правовой защиты, ну, не нулевой, конечно, но близок к нулю. Ну, вот вам и контингент безвольных и бесправных. Ну, фактически нельзя их назвать, наверное, рабами, да? Но это люди, у которых просто не будет выбора, если действительно подвигнуть европейские страны к каким-то репрессивным методам мобилизации. Тем более в той же Польше, где, насколько я понимаю, зреет недовольство вот этим вот количеством украинских бешенцев. И там уже, в принципе-то, выражали готовность в случае необходимости начать их потихоньку, ну, извините за это выражение, сплавлять обратно. Политика киевских властей по продавливанию европейцев на депортацию так называемых эмигрантов-беженцев обратно на территорию Украины, она в действительности вполне логична. Ну, и вы уже упоминали про швейцарскую конференцию по Украине, которая состоится вот-вот, и куда почему-то опять забыли позвать Россию. Понятно, что, скорее всего, это будет точно такой же фарс, как и десятки вот этих вот, с позволения сказать, конференций, которые проводились ранее. И ни к чему-то она не приведет. Но вот лично у вас какие ожидания от этого? Я вот здесь категорически не соглашусь, она будет большим фарсом, чем все то, что было до этого. Потому что до этого киевский режим представляли хотя бы люди, которые, ну, формально оставались легитимными. На швейцарскую конференцию, на конференцию в Женеве, поедут представители режима, который, с какой точки зрения ни смотри, даже с самой строгой юридической точки зрения, нелегитимный. И в этом смысле этот фарс еще и с контрафактным клоуном будет. И вот в этом смысле, конечно, это очень серьезный показатель того, что происходит на Западе. Потому что, я вам так скажу, даже 15 лет назад устроить вот такой, да, антироссийский шабаш, но с главной фигурой, которая будет нелегитимна никак. Так, это в голову бы ни в Европе, ни в Соединенных Штатах никому бы не пришло. А это означает, что они четко понимают, насколько велики ставки. Что даже и это сойдет. Даже и этот, уже, почувствую, контрафактный клоун пригодится. Поэтому мы должны очень четко понимать остроту момента, который переживает вообще Западная Евразия, Восточная Европа, да, в общем, и весь мир вот именно сейчас. Ну, понятно же, что ни к чему конкретному она не приведет, как я уже говорил, десятки конференций до этого. Тогда зачем ее собирать, тем более, как вы говорите, с контрафактным клоуном во главе режима? Ну, а я так вам скажу, что собирали ее под другую политическую ситуацию. Собирали ее под другое отношение, прежде всего, Китая. Да? Вся конференция, вообще, в том виде, как она запланирована, задумана для того, чтобы туда приехало двое. Первое, это Константинопский патриарх Варфоломей. Так? И второе, высокопоставленный представитель Китайской Народной Республики, который хотя бы промолчит, а в лучшем случае поддержит эту формулу Зеленского. Но если с Варфоломеем получилось, то со всем остальным, начиная от поля боя и кончая позиции Китая, который, обращу ваше внимание на вчерашнее совместное заявление между Россией и Китаем, обращу ваше внимание на совместное российско-китайское заявление. Да, от 16 мая, где говорится о неделимости безопасности, необходимости решения базовых проблем безопасности. Это, кстати, касается в том числе и вопросов безопасности в целом в союзном государстве России и Беларуси, потому что ситуация на белорусско-польской границе, ну, мягко скажем, очень напряженная. Так вот, заявлено о необходимости решения базовых проблем безопасности до того, чтобы обсуждать какие-то конкретные решения по новой конфигурации Украины. Вот не сложились целый ряд таких базовых условий для этой конференции. И в другие бы годы нашли бы форму, чтобы эту конференцию отменить. Это еще, кстати, не поздно сделать. И я вполне допускаю, что это и будет сделано. Но бюрократическая и политическая инерция, вот здесь я употреблю термин «блинкинизм». Да, вот понимаете, в чем проблема Блинкина? Он понимает, что так нельзя. Он понимает, что не надо после, ну да, не очень удачных переговоров в Пекине ехать в американское посольство и оттуда из безопасной территории хамить политическому руководству Китая. Но он не может по-другому. Вот они понимают, что сейчас эта конференция в Женеве выглядит очень глупо. Но остановиться они не могут. На этой ноте хотелось бы и завершить нашу беседу. Дмитрий Геннадьевич, спасибо вам большое за то, что выделили время и за ваши, как всегда, интересные, местами и остроумные рассуждения и ответы на вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!